И приезжают не только которые башкиры, и ветцы, и русские, и украинцы, и жорцы, и калмаланские финны. Мы вообще живем одной большой дружной семьей. Я не зря сегодня сказал, что мы не только как большая семья, друг у друга перенимаем кулинарные искусства, традиции, культуру. Мы перенимаем и праздываем общий праздник. Это хороший, светлый праздник. Я Александр Ильич, у меня второй вопрос. Вы знаете, мы получили аналогичное предложение еще месяц назад. Инициативная группа обратилась к нам с предложением от Северпелли передать статуи бесплатно. Мы предусловили, что субъект Российской Аберации, Ленинградская область, подберет достойное место и изготовит постамет. Потому что сама статуя предполагается высотой порядка 70 метров, а из них 30 метров это сама статуя, которая выливается, она полая внутри. Но, значит, вид такой полноценной статуи. И примерно 40 метров постамет. По крайней мере, так задумался ритейлер. Поэтому мы сразу сказали, что мы готовы постамет изготовить, но очень долго подбирали место. Мы смотрели 7 площадок и пока остановились на двух площадках. Это колтусские высоты и это Днешский лесопарк Завантово-Мосток. В первом случае, с колтусских высот статуя будет видна из любой точки Санкт-Петербурга, с кольцевой дороги, с западного скоростного диаметра. Во втором случае, она будет видна и из Петербурга, а самое главное, она будет видна всем тем теплоходам, лодкам, которые проходят по Неве. Дело в том, что в Днешском лесопарке тоже есть возрученность, на которой нужно стоять статуи. В любом случае, мы хотели, чтобы эта статуя действительно была украшением и горной области, а с другой стороны, она не давила над доминантами петербургской архитектуры. Это очень важно. Вот, по крайней мере, сегодня мы сделали два варианта предложения. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.